Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Полгода назад я обвинил международного гроссмейстера, чемпиона мира и чемпиона России по русским шашкам Владимира Егорова в читерстве. У меня для этого были причины, то есть у меня была информация о том, что Владимир в партиях турниров мастеров переключался буквально в каждой партии от 9 до 15 переключений на другие страницы на его компьютере были. Я проанализировал некоторые его партии и пришел к убеждению, что Владимир Егоров пользовался компьютерными шашечными программами при игре против соперников. Я был до сегодняшнего дня искренне в этом уверен. Но недавно, друзья, в воскресенье я играл на сайте Лидера в турнире и меня также обвинили в читерстве. То есть я переключался во время турнира более пяти раз на другие странички. Я, во-первых, смотрел стрим Владимира Вахтерова, шашечного блогера, а во-вторых, включил музыку и когда композиция заканчивалась, я переключался на другую музыку. И вот, друзья, вот этот момент, меня, знаете, как будто котенка тыкнули носом в свои же ошибки, как говорится. То есть я понял, что действительно что-то не то. А сегодня Владимир Егоров, тот самый, как мне сказали, это он был, написал комментарий к видео международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. То есть он нашел там тоже очень красивый удар. Я до этого момента был уверен, что и Владимир Егоров, и его тренер Юрий Борисович Королев меня искренне возненавидели после той ситуации неприятной. Но, как видите, я и в этом ошибался. Поэтому, друзья, я сегодня хочу искренне попросить прощения и у Владимира Егорова, и у Юрия Борисовича Королева, его тренера, и у всех тех зрителей, которые были свидетелем вот этой неприятной ситуации. Друзья, извините, что я ввел вас в заблуждение. Я был неправ. Я ошибался. Прошу прощения. Впредь обещаю, что подобного не повторится. Друзья, до свидания. Давайте воевать только на шахматной и шашечной доске.